Управление жилищно-коммунального хозяйства, действуя в соответствии с правилами благоустройства, освобождает лабытнанские дворы от автохлама. Счет брошенному транспорту идет на десятки единиц. Сегодня коммунальщики вышли в рейд по выявлению железных беспризорников. Вместе с ними отправилась и наша съемочная группа. Такие машины не редкость в лабытнанских дворах. По многу лет они занимают парковочные места или просто портят внешний облик города. Жители соседних домов обычно хорошо знают истории этих автомобилей. Вот только возмущает этот хлам далеко не всех. Вот, например, улица Автострадная. Благоустроенный двор портит вид беспризорного авто после ДТП. Владелец этого Ниссана явно не знает, где место такому транспортному средству. Что касаемо данного транспортного средства, значит, он имеет признаки брошенного транспортного средства. В частности, имеет механические повреждения, то есть, как мы видим, деформация кузовных деталей. Видно, что автомобиль после ДТП, но, к сожалению, согласно правилу благоустройства, которые действуют на территории города Лабытнанги, размещение транспортных средств указанной категории запрещено. Такие автомобили должны находиться в гараже или на станции технического обслуживания. Каждого железного беспризорника специалисты ЖКХ фотографируют и составляют на него акт и размещают уведомления о необходимости произвести эвакуацию автохлама. В течение 10 суток комиссия установит хозяина брошенного автомобиля благодаря регистрационным знакам. А это пример того, что ждет любой. Размещенный автохлам во дворах и улицах города. Судьба автомобиля – дело хозяйское. По истечению срока он обязательно сменит пробиску. Подрядная организация загрузит транспортное средство, затем эвакуирует его на временную стоянку. Если собственник все-таки объявился, он имеет право обратиться в управление ЖКХ администрации города Лабытнанги с заявлением о выдаче транспортного средства. Но при этом он должен оплатить все расходы, понесенные на эвакуацию и содержание на специализированном площадке данного транспортного средства. Судьба бесхозных автомобилей одна – утилизация. Для Лабытнанги подобный мусор – проблема, и от него необходимо избавляться. Только за два дня специалистами ЖКХ было выявлено 30 брошенных авто. Такие рейды будут продолжаться до конца лета. Не стоит забывать, что автомобиль – это средство передвижения. Его нужно использовать по прямому назначению, либо заказывать билет в один конец до пункта приема металлолома.